добрый день уважаемые слушатели вас правда очень много я первый раз на курилке и сразу первый раз в качестве лектора очень приятно видеть много знакомых лиц и незнакомых тоже я надеюсь что вам все понравится и вы будете очень активно и позадаете много вопросов потому что тема сегодняшний ну так скажем лекции не нравится это слово ну пускай быть лекция это ну как мне кажется такой очень злободневная тематика потому что очень много споров она вызывает не только у нас стране везде я вижу тут будущих мам но очень много молодых я так понимаю что у кого-то маленькие дети у кого-то совсем скоро они появятся поэтому для вас наверное это тоже очень актуально и очень значимо то есть вакцины вакцинации но вы все видите да добро или зло и все-таки что же это будет то что было озвучено то что было озвучено в аннотации то о чем мне бы хотелось сегодня с вами поговорить тоже вы видите перед собой очень много есть вопросов что же такое монопрофилактика что такое национальный атлас прививок почему он существует и отличается ли наш национальный атлас прививок от того что принято в мире во всех развитых странах какие мифы существуют вообще откуда пошла история вакцинации и то что тоже очень сейчас стоит на острие если биопредел вакцинации и если возможность как-то снять те риски которые все-таки вакцинации несет ну и я понимаю что в зале присутствует достаточно много биологов мне очень приятно это бывшие студенты бывшие выпускники биологи которые очень много что знают уже до нынешние студенты которые тоже обучаются и тоже знают но по всей вероятности присутствуют люди которые ну что-то не знают поэтому я не буду очень сильно вдаваться в какие-то такие научные дебри но все таки прежде чем поговорить о вакцинах и тех них которые существуют хотелось бы вообще в принципе понимать что такое иммунитет откуда вообще все берется да и зачем мы сами себя прививаем прививаем своих детей но или заставляем да зачем она заставляют доктора это делать очень хотела начать свою лекцию с мультика люди моего возраста этот мультик явно смотрели на про бегемот который боялся прививок ну я такой слабый пользователь у меня не получилось сделать красивую нарезочку из этого мультика но для тех кто не смотрел посмотрите вы увидите что стало с бегемотом вместо того чтобы нежиться на пляже он там заболел желтухой бедный весь лежал плакал а если его лечил говорят что ну как же так что же получилось так вот что же такое иммунитет вообще изначально слово иммунитет означало не восприимчивость каким-то как их называли заразным агентом эти заразные агенты конечно поначалу никто не распознавал просто бы это было обнаружено ну а дальше конечно же была нобелевская премия которая была присуждена в 1908 году двум людям один из них это наш с вами соотечественник вообще русских людей которые русские ученые которые бы получали при нобелевские премии по медицине биологии физиологии очень мало вот один из таких представителей это мечников который в 1882 году как раз обнаружил такое явление фагоцитоз когда одни клетки пожирали другие клетки до этого вообще-то было такое представление что лейкоциты но те клетки крови которые у нас есть что они нам не помогают а что они наоборот разносят вот эти вот инфекционные агенты по телу организма мечников доказал что это не так но в то же самое время практически одномоментно профессор берлинского университета пауль эрлих предложил другую теорию иммунного ответа гуморальную которая связана с антителами тени 15 лет был достаточно жесткий спор если не сказать жесточайший спор они ненавидели друг друга реально эти ученые мировой величины они не приезжали на конференции когда выступал кто-то один из них или ученики из школы мечникова или эрлиха ну то есть реально такое было активное противостояние хотя как оказалось были правы оба существует два механизма иммунитета клеточный который разработал мечников и гуморальный который разработал эрлих иммунитет вообще бывает разный есть естественный иммунитет он у нас у всех с вами есть поэтому мы не восприимчивы ко многим инфекциям которыми болеют например наш с вами любимые домашние животные собаки кошки ну или какие-то сельскохозяйственные животные на это у нас с вами генетически запрограммированный иммунитет но кроме того есть иммунитет естественный который мы получаем с вами от наших любимых мам в то время когда мамы беременные ходят они свои собственные антитела отдают своему ребенку ну и потом в первые два месяца кормления грудью поэтому это очень важно чтобы первых хотя бы первые два месяца ребенок получал молоко от своей мамы для того чтобы получить антитела которые помогут ему справляться с очень большим количеством инфекционных заболеваний кроме того естественный иммунитет возникает после того как вы сами заболели многие из вас в детстве переболели ветряной оспой да я знаю многих родителей которые специально приводят своих деток семью где кто-то болеет ну как мы ее называем ветрянкой да для того чтобы это заболевание протекала в раннем возрасте ну и после этого конечно наступает такой естественный иммунитет который длится в течение всей жизни но кроме этого существует искусственный иммунитет искусственный иммунитет появился как вы сегодня узнаете на самом деле очень давно очень очень давно китайцы разработали принципы введения ну тогда еще не совсем вакцин но что-то очень похожее и искусственный иммунитет может развиться либо под влиянием вакцинации либо под влиянием введения сыворотки случаи, если вакцинация в данной ситуации не спасает. Кроме того, есть такое понятие, как иммунопрофилактика. Иммунитет все понятно, нужно его вырабатывать. Врачи нам говорят, вот сейчас очень много детей с ослабленным иммунитетом, они болеют, даже самый незначительный какой-то контакт с инфекцией вызывает у них тяжелые заболевания, которые, к сожалению, плюс еще осложняются развитием сопутствующих каких-то заболеваний. Иммунопрофилактика может быть индивидуальной, может быть массовый случай, если это эпидемия, которая затрагивает несколько стран и континентов. Но я думаю, что вы все помните эпидемию свиного гриппа, которая была не так давно. Она действительно затронула несколько континентов, большое количество людей погибли от этой эпидемии, но и в этом случае иммунопрофилактика, конечно, носит массовый характер. И иммунопрофилактика включает в себя профилактику населения от каких-либо заболеваний, в зависимости от того, что грозит. Иммунопрофилактика тоже бывает разной, также как и иммунитет. Бывает специфическая иммунопрофилактика, которая направлена против какого-то конкретного возбудителя. Бывает не специфическая, когда иммунную систему просто подстегивают, в целом подстегивают для того, чтобы можно было бороться не только с инфекционными болезнями, но и, например, с развитием злокачественных новообразований. У нас с вами в организме есть Т-клетки специальные, которые распознают опухолевые клетки и уничтожают их в случае того, когда они появляются. Кроме того, есть активная и пассивная иммунопрофилактика. Активная, понятно, что это сам организм вырабатывает антитела. И пассивная, когда организм не справляется, когда дополнительно в организм вводятся эти антитела. Для того, чтобы осуществлять иммунопрофилактику, безусловно, необходимо проводить вакцинацию. Да, ну все дети, безусловно, на вакцинацию реагируют не очень хорошо, не очень приятная процедура. Многие взрослые тоже как-то так не очень любят, когда им причиняют хотя бы маленькую боль, но потерпеть можно. Вакцинация или, как говорят врачи, иммунизация — это способ профилактических мер, который защищает, ну, прежде всего, ребенка. Потому что национальный атлас прививок, сейчас я о нем чуть подробнее расскажу, как раз направлен на профилактику у детей. Ну, либо взрослого человека от определенных болезней, либо ослабляет протекание этих болезней. Вот теперь национальный календарь прививок, который существует в нашей стране. Это официальный документ, то есть это не придуманные вещи. Документ утвержден приказом Минздрава Российской Федерации. Он определяет сроки и типы вакцинации. Согласно этому документу существуют две части иммунного календаря прививок. Первая часть является обязательной частью — это вакцинация против повсеместно распространенных инфекций, которыми болеет большая часть населения. Либо это вакцинация от тех заболеваний, которые могут привести к летальному исходу. Вторая часть — это прививки по эпидемическим показаниям. Ну, например, против клещевого энцефалита прививают население только в тех районах, где распространен клещевой энцефалит. Нам с вами бессмысленно делать, но только лишь если мы не поедем, предположим, на Урал или в Сибирь, там, где вероятность заражения этой инфекцией будет очень большой. Если посмотреть на этот календарь прививок. Календарь прививок утверждается каждый год. Календарь прививок на 2018 год выглядит вот таким вот образом. Если вы посмотрите и обратите свое внимание, что основная иммунопрофилактика как раз касается детей до 13 лет. Там очень четко прописано, когда, в каком возрасте необходимо делать прививки и против какого типа заболевания. Ну, вот через 12 часов после рождения всех детей прививают против гепатита B. Объясню чуть позже, почему именно так делают. Дальше делают вакцину БЦЖ, который защищает организм человека от туберкулеза. Это обязательные прививки. И вот эти прививки получают все дети, независимо от того, как родители относятся к данной теме. А вот дальше, начиная с одного месяца, родитель принимает решение на самом деле, прививать своего ребенка или нет. Чуть попозже мы поговорим, к чему это может привести отказ от обязательных прививок. Для сравнения я привела календарь прививок для детей до 7 лет, который разработан в США. Если вы посмотрите, то количество обязательных прививок не меньше, а даже несколько больше, чем в нашей стране. То есть сверху возраст ребенка приведен, снизу приведены те инфекции, от которых дети в обязательном порядке получают вакцины. Если дети не были привиты вовремя, то для них составляются уже индивидуальные календарь прививок. В календаре прививок есть некоторые типы вакцин, которые не делают у нас в стране. Но, например, от гемофилического типа, гриппозного типа у нас не делают хип так называемый. У нас в меньшей степени распространена данная вакцина, хотя в последнее время тоже в национальный календарь прививок эта вакцинация включена по желанию родителей. Но так, если вы посмотрите, тот же самый гепатит Б, ротовирусный, дифтерия, пневмококковая инфекция, все тоже включено в национальные календари прививок вообще во всех развитых странах. Почему так? Вообще существуют, ну так называемые, величайшие открытия человечества в области разных научных направлений, в том числе в биологии, в медицине, в здравоохранении. Так вот, иммунопрофилактика значится первой в списке 10 величайших достижений здравоохранения 20 века. То есть разработка именно методик иммунопрофилактики во всем мире признается как самое великое достижение, которое было сделано в 20 веке. Почему? 6 миллионов сохраненных жизней каждый год именно от иммунопрофилактики. 7,5 миллионов детей спасено от инвалидности каждый год. Но полиомиелит это одно из самых таких распространенных заболеваний, которое приводило к полной инвалидизации детей в возрасте до 12 лет в случае, если дети были не привиты от полиомиелита. 400 миллионов лет жизни для всего человечества каждый год, потому что иммунопрофилактика не только повышает ваши шансы не заболеть, она и повышает уровень вашей жизни в области здравоохранения. Почему так? Сейчас немножечко попозже я вам расскажу. Классификация вакцин, которые существуют в настоящее время, достаточно обширная. Но опять же люди нашего, вот моего возраста, они все имеют отметины на плече. Это прививка против оспы. И нам вводили живую вакцину. Живые вакцины, они сейчас тоже существуют. Живые вакцины изготовлены на основе тех живых микроорганизмов, у которых ослаблен их патогенный эффект. Но они существуют. Живых вакцин осталось не так много, потому что в настоящее время переходят либо на корпускулярные, это убитые вакцины, которые содержат убитые компоненты вериона. Кроме того, существуют химические вакцины. Ну и последнее время, последние пять лет, появились рекомбинантные вакцины. То, что связано с генной инженерией, когда вводят уже не самого возбудителя, а только кусочек ДНК этого возбудителя. И это позволяет получить полную иммунизацию без введения дополнительных компонентов, таких как белки. Именно на белке проявляются больше всего аллергические реакции в случае вакцинации. Если говорить об истории, как развивалась такая наука вакцинология. 2000 лет назад в китайских летописях китайская медицина была наиболее развитой, если сравнивать все возможные виды медицинских услуг, которые получали люди достаточно давно. Вот китайская медицина стоит на первом месте. Так вот, около 2000 лет назад именно китайцы описали такое явление, как иммунитет. То есть именно они указали, что многие болезни случаются только один раз в жизни. То есть человек заболел, выздоровел, больше этой болезнью не болеют. Впервые обратили на это внимание. А после это VI век. И самое страшное на то время заболевание – это черная оспа, которая выкашивала практически все население. Вот как раз первая эпидемия случилась в VI веке в Китае. Сунь Цэмяо был такой очень известный китайский доктор, в которой после этой эпидемии тогда погибло больше 30 процентов населения того Китая. И после чего эпидемия перекинулась на Корею. Корея пострадала гораздо сильнее, чем Китай. Там погибло по летописям 70 процентов населения именно от оспы. Погибла вся императорская семья, как не пытались спасти. Для восточных людей императорская семья она всегда вообще стояла на уровне небожителей. Поэтому вот то, что погибла вся императорская семья, это как раз такой был очень большой показатель для Кореи тогда. И вот именно с VI века китайцы разработали метод, который стал называться вариоляция. Этот метод позволял не всем, но частично защититься от оспы. Как проводилась эта методика? Материал от больных вводили здоровым, втирали в разрезы кожи. Так как материал уже был немного ослаблен, в этом случае люди болели. Многие погибали, но многие иммунизировались, как бы мы сейчас сказали. В XVIII веке этот метод был привезен в Европу. И впервые он был привезен в Британию баронессой мэрии Монтагу, которая именно в Британии распространила этот метод. Наша с вами правительница Екатерина II была достаточно просвещенная женщина и она тоже ввела этот метод у нас в стране. Причем первую вариоляцию у нас в стране тогда сделали наследнику Павлу, который тяжело болел. У него остались следы оспы на лице, но он выжил и соответственно был иммунизирован. Все знали, что наследнику Русского Престола в этой ситуации ничто не угрожает. То есть если думать о том, что иммунизация это только достижение современности, на самом деле нет. Истории иммунизации уходят корнями очень далеко в века. Ну эра вакцин, эра вакцинации началась с наверное одного из самых известных людей Эдвард Дженнер, который 14 мая 1796 года провел первую вакцинацию мальчику Джеймису Фипсу. Он втер в его кожу не как при вариоляции секреты оспы от человека, а секреты, оспенные секреты, в которых в пузырьках находились от коровы. После чего мальчик действительно болел, болел не сильно. После чего ему был введен секрет из черной оспы и мальчик совершенно не заболел, живой остался, здоровый. И в 1798 году эти результаты были опубликованы. Этот метод распространился очень широко по всей Европе и в 1802 году в Лондоне был основан институт по прививке оспы. Оспа это первая инфекционная болезнь, полностью истребленная человечеством. Она была истреблена не сразу, не так быстро, а только лишь в начале 20 века, после того, как были приняты правительственным всеми странам законы об обязательной иммунизации против оспы. Поэтому на сегодняшний день был зафиксирован в 1998 году единственный случай обычного заражения черной оспой, то есть через природные системы. Больше оспы не встречается. А дальше, после Дженера, пошла очень активная политика развития вакцин. Ну и если вы посмотрите, то три этапа развития именно вакцинации. Сначала были сделаны вакцины против бактерий. Бактерии видно под микроскопом, с ними проще работать, поэтому первые вакцины, которые были получены, это, конечно, антибактериальные. Второй этап касался организации вакцинации против вирусных заболеваний. Ну и с 70-х годов это эра уже молекулярных вакцин, которая связана с генной инженерией. Не будем заострять внимание на такой большой истории, потому что много о чем есть еще поговорить. Достижений вакцинации очень много. Не зря именно вакцинация признана самым таким передовым достижением. Но про оспу мы уже с вами поговорили. Второе заболевание – это бешенство. Вакцина против бешенства была создана Луи Пастером. Создавалась она на кроликах, и Пастер очень долгое время боялся выводить вообще эту вакцину людям. У него под окнами его лаборатории устраивались демонстрации, то есть протесты, они всегда проявляются одинаково. Что сейчас, что тогда? Люди ходили с плакатами для того, чтобы запретить проводить всякие страшные такие испытания. Бешенство – это было неизлечимое заболевание, то есть люди знали, что если тебя укусил бешеный зверь, то ты в обязательном порядке погибнешь. Как же случилось, что Пастер ввел и проверил свою вакцину. К нему привезли мальчика, который был очень сильно искусан бешеной собакой, но то есть шансов выжить у него не было, поэтому родители решили рискнуть, ну как бы тут уже. И мальчик выжил. Это был такой прорыв и огромная победа Пастера, после чего вакцинация против бешенства распространилась по всему земному шару. И бешенство действительно удалось победить, но каждый год иммунизируется около 15 миллионов человек, которые подвергаются укусам и бешеных животных или, ну допустим, бродячих животных, статус которого вам определить достаточно тяжело, потому что анализ на бешенство можно поставить только одним способом. Отрезать голову у данного животного, провести специальные вирусологические исследования ее мозга и только тогда выявить, больно это животное бешенством или нет. Понятно, что не всегда есть возможность это сделать, но потом, пока проводится анализ, вообще хорошо бы уже и привиться. Еще одно заболевание – полиомиелит. После того, как была разработана вакцина, первая вакцина против полиомиелита была разработана в США в 1953 году и вакцина распространилась очень широко. В нашей стране вакцина была, наша отечественная была сделана в 1970 году и испробована она была разработчиком на собственной внучке, потому что тоже были большие сложности с испытанием вакцин на людях. То есть вот на внучке испытал. Я смотрела интервью с этим человеком и он сказал, что после этого его жена и жена его сына с ним до сих пор не разговаривают. То есть они не сообщили своим ближайшим родственникам, с сыном забрали, получается, внучку. Ну и вот таким образом провели испытания. Но на самом деле для врачей это считается нормой. То есть они не видят в этом ничего ужасного. Очень многие на себе испытывают что-то, что нельзя. То ближайшие родственники, к сожалению, становятся такими подопытными людьми, на которых все это проводится. Так вот, что с полиомиелитом. С 1980 года число случаев заболевания с 53 тысяч сократилось до всего лишь 2 тысяч. В настоящее время существует всего лишь 4 эндемические страны. Две из которых так и останутся эндемическими. Это Афганистан и Пакистан. Но это просто связано с миграцией животных, которые там происходят, и которые разносят эту инфекцию. Во всех остальных странах полио ликвидировано в западном полушарии полностью. Ну и количество случаев, которые встречаются, это единичные на 100 тысяч населения. Ну и кроме того, в природе существует три разных разновидности этого вируса. Вот одна из разновидностей. То есть раньше вакцина от полиомиелита, она закапывается под язык, розовая такая жидкость. И это была трехкомпонентная вакцина. В 2016 году вся трехкомпонентная вакцина во всех странах была уничтожена, потому что один из штаммов вирусов уже исчез. То есть осталась только двухкомпонентная вакцина. Ну и, как ученые говорят, что в течение десятилетий, если все будут привиты от полиомиелита, этот вирус исчезнет совсем. Столбняк новорожденных ликвидирован в 75% стран. Ну и HIP, это вот как раз гемофилическая такая инфекция, внедрение этой вакцины снизило заболеваемость на 90% в развитых странах и Латинской Америки. Огромное количество существует на самом деле заболеваний, смертность от которых снижена в десятки раз. Кроме того, существуют некоторые типы вакцин, которые позволяют бороться в том числе и с раковыми заболеваниями. Например, вирус папиллома человека. Это злокачественное новообразование, которое вызывает развитие рака матки. Вакцинация девочек в возрасте до 12 лет на 100% гарантирует им невосприимчивость к данному типу злокачественных новообразований. Вакцину делают. В Москве, Московской области, она включена в национальный календарь прививок в обязательном порядке. Наша область пока не подключилась к этому календарю вакцин. Но сделать можно, если вам составляет такой индивидуальный график, уже не вам, а вашим детям. Кроме того, существует вакцина против гепатита. Гепатит – это одно из самых распространенных инфекционных заболеваний, смертность которых в некоторых странах составляет больше 90%. Вакцинация против гепатита В обязательно является. Кроме того, что эта вакцина предохраняет от развития именно гепатита В, именно эта вакцина является первой вакциной против одного из основных видов рака человека – рака печени, который тоже вызывается инфекционной природой. То есть, на самом деле, иммунизация защищает наш с вами организм не только от тех вирусных или бактериальных инфекций, но еще и от развития других типов заболеваний, которые могут развиваться. Если в картиночке это все перевести, все эти слова. Ну, например, корь – достаточно распространенное заболевание в советское время, которое было. Начало вакцинации пришло на 1968 год. Именно тогда была разработана вакцина против кори. Если вы посмотрите, то с почти 800 случаев заболеваний на 100 тысяч населения, ну, к 2002 году осталось всего 2,3 на 100 тысяч. То есть, спад значительный. Все провакцинированные дети, став взрослыми, они уже не были данной инфекцией. Все то же самое произошло и с коклюшем. От коклюша страдало достаточно большое количество, особенно детей. Это заболевание, которое сопровождается очень таким сильным кашлем. И дети, кроме того, что болели коклюшем, особенно маленькие дети, очень резко теряли в весе. Ну, потому что, когда тебя все время мучают такие кашлевые всякие эффекты, понятно, что дело не только в кашле, но ты и не кушаешь. Ну и, опять же, если вы посмотрите, с начала вакцинации коклюш практически исчез в нашей стране. То есть, это только единичные случаи заболевания. То же самое произошло и с гепатитом В после начала вакцинации, ну, на порядке снижения новых случаев заболевания. Практически рассказала я уже все о том, что вакцинация позволяет, кроме того, что проиммунизироваться от данного вида заболеваний, еще и повысить уровень своей жизни. Безусловно, ну, видно это все безо всяких каких-то таких популистских заявлений. Ну, например, вакцинация от гриппа, к которой мы все относимся с большим сомнением. Опять же, с большим сомнением к этой вакцинации относятся даже специалисты. Связано с тем, что вирус гриппа – это один из самых быстро мутирующих вирусов. Частота мутации этого вируса, одна мутация в среднем в 2-3 дня возникает. Ну, и, соответственно, мутированный вирус, он уже может, антитела на него уже могут не реагировать. В этой ситуации как-то все пытаются отказаться от вакцинации против гриппа, объясняя тем, что я провакцинировался, все равно заболел, болел тяжело, вот там мой сосед не вакцинировался, он вообще не болел. Но на самом деле вакцинация от гриппа помогает не только против гриппа. Доказано, что снижается частота атитов среднего уха у детей. Ну, родители знают, что атиты у детей – это такое достаточно злобное заболевание, когда ребенок плачет все время, ему все время больно, некомфортно, лечить очень тяжело. Кроме того, снижается риск развития пневмонии. Пневмония – это одно из самых распространенных осложнений именно во время гриппа. Поэтому снижение риска развития пневмонии на 30% – это очень хороший результат. Хотя вроде бы как прививался это не от пневмонии, а от гриппа. Пневмония – это сопутствующая инфекция, которая вызывается уже бактериями. Кроме всего прочего, правительства разных стран на вакцинацию смотрят достаточно положительно. В момент проведения вакцинации даже в таких странах, как Сомали, Судан, Конго и Либерия – это одни из таких самых агрессивных стран, где непрерывно ведутся военные действия, где развито пиратство, воруют людей. То есть такие очень опасные страны, даже в этих странах на период вакцинации объявляется перемирие. Врачи Красного Креста приезжают совершенно спокойно, их даже никто не охраняет, проводят вакцинацию населения. Если говорить о том, какое число детей умирает ежегодно от вакцин, контролируемых инфекций, ну вот вы на слайд посмотрите на диаграмму, вы увидите, что на самом деле вот это количество смертей можно было предотвратить. То есть пневмокок 716 тысяч детей умирают от этой инфекции. Хотя вакцина разработана давно, прививается, но гемофилез, хип 463 тысячи, ротовирус, корь и коклюш. То есть на самом деле действительно развитие иммунопрофилактики и вакцинации просто спасает жизнь детей. Ну а теперь хочется немножко поговорить, это моя такая любимая тема, биотехнология. Какие же чудеса биотехнологии, которые в принципе возможны в том числе и в создании вакцин. Ну во-первых, прежде всего, было сначала обнаружено, что не только на целый, не только на микроб, который попадает к нам в организм, можно получить антитела. Оказалось, что можно ввести кусочек ДНК от этого микроба, а не целую клетку и получить абсолютно такой же результат. После этих исследований действительно стало развиваться эрогенно-модифицированных вакцин, которые стали создавать. В 1982 году экспериментальная вакцина против вируса гепатита B именно таким образом была получена. То есть берется кусочек ДНК от этого вируса, он клонируется в клетках, после чего все это вводится человеку. Ну вот так, если на картиночке показать, выглядит это все достаточно просто, как кажется. Ну на самом деле, да, биотехнологи, которые этим занимаются, говорят, что сейчас это рутинная процедура, ничего сложного в этом нет. Выделить ДНК легко, вырезать кусочек, который нужен, тоже легко. Существуют специальные ферменты, которые все это сами делают, надо только правильно их подобрать, встроить в вектор. Вектор это специальная молекула, которая доставит туда, куда нужно. Ну и после чего надо сделать вот такой, сейчас я покажу его сразу, генный пистолет. Он разработан, их огромное количество. С помощью этого генного пистолета наши с вами клетки бомбардируются этими частицами ДНК. И таким образом у нас с вами вырабатывается иммунитет против огромного количества взбудителей. Все хорошо, да, такие радужные перспективы, которые я тут рассказываю, круто. Поэтому тогда возникает вопрос, что же такое большое количество людей, которые скептически относятся к вакцинам. Некоторые запрещают делать своим деятелям, себе не делают, да, говорят, нет, нельзя, ни в коем случае не будем иммунизироваться. Почему? Ну, на самом деле, конечно, нет ничего безопасного на 100% в мире, вакцинация в том числе. Конечно, когда тебе в организм вводят что-то чужеродное, всегда есть риск развития каких-то патологических состояний, если твой организм не способен, допустим, их воспринимать. Существует перечень медицинских противопоказаний к проведению профилактических прививок. Вот к этому национальному атласу прививок, который существует, обязательно пришит и вот этот атлас противопоказаний. То есть сначала нужно обратиться к врачу, чтобы врач подтвердил, что у вас нет никаких медицинских противопоказаний для того, чтобы вам была проведена иммунизация, вам или вашему ребенку. Существуют ложные противопоказания. Если вы на них посмотрите, особенно взрослые люди, которые здесь сидят, ну, например, перинатальная энцефалопатия, это, как правило, в картах по рождению ребенка пишут недоношенность. Ну, с учетом того, как у нас устанавливают сроки рождения ребенка, ну, наверное, недоношенным можно считать каждого третьего ребенка в нашей стране, потому что УЗИ показывает одно, да, женщина говорит совсем другое, гинеколог, который ее наблюдает, говорит третьи сроки. Поэтому вот это является, на самом деле, ложным противопоказанием. Ну, и таких противопоказаний ложных тоже имеется очень много. Поэтому, прежде чем принять решение, прививать ребенка или нет, лучше, конечно, посоветоваться с врачом. Проблем вакцинации много. Прежде всего, это побочные эффекты, которые противниками вакцинации возводятся на первое место. Действительно, они есть. Действительно, есть индивидуальная непереносимость тех или иных препаратов. Ну, это как любой лекарственный препарат, который вы покупаете в аптеке. Да, я кашляю, пойду я куплю, наверное, себе какой-нибудь лозалван и буду радостно его пить, и кашель у меня пройдет. На любой лекарственный препарат, если вы посмотрите, список противопоказаний и побочных эффектов, он, наверное, превосходит ту маленькую строчку, против чего направлен этот препарат. Все то же самое происходит и с вакцинами. От этого никто не застрахован. Противники вакцин. Я сама с удивлением узнала, что на самом деле первым противником вакцин был не какой-то непонятный человек, а, как на мой взгляд, очень просвещенный человек Бернард Шоу. Он первый, который озвучил, ну, вот цитата перед вами, да, «Дадите ваше нежное беззащитное дитя доктору, чтобы он взял эту соскобленную вместе с грязью, с вымени коровы, дряни, в теду, в ранку на коже вашего ребенка». Ну, вот с этого пошло как раз так называемое лобби, противовакцинное лобби. Ну, когда готовилась к лекции, ну, достаточно легко, как студенты у меня говорят, мы сейчас погуглим, все найдем. Ну, я тоже погуглила, я, правда, не в гугле гуглила, а в медлайне. Ну, это поиск научных публикаций, специальный сайт. Так вот, польза вакцин, ссылок 557, риск вакцинации, ну, 2600. Ну, вы понимаете, да, что все плохо. Риск очень большой, пользы, ну, почти никакой по сравнению. На что ссылаются? Ну, там ссылочки, я понимаю, мелко, но ссылочки все приведены. Неблагоприятное воздействие вакцины вакцинации. Да, действительно, они есть. Ну, например, вакцина против полиомиелита, так как это живая вакцина, то есть ввозят живых возбудителей. В 1955 году в США 164 парализованных, 10 умерших. Да, действительно, такое было. В нашей стране тоже встречаются такие же. Просто наша страна не публикует такие данные, не знаю по какой причине. Все данные, которые были найдены, они все найдены иностранные. Иностранцы это не скрывают. Ну, а что скрывать, если это есть, да? Живая вакцина ОРВИ, риск болезни существенно ниже риска осложнений, ну и так далее. То есть, да, это есть. Но, давайте посмотрим. Статистика тоже есть. Первые три месяца 2018 года погибли 3851 человек. Ну, 41 тысяча человек получили серьезные ранения. Исходя из гоники, ну, представляете, 41 тысяча человек в Российской Федерации получили серьезные ранения. То есть, они остались инвалидами, но нужно запретить автомобили. Вот этот склетный шлем официально, я специально посмотрела, ко всем таким вещам прилагается инструкция. И там написано прямо четко, что гарантирует только в 47% случаях защиту. Вот этот склетный шлем. Ремень безопасности, которыми вы пристегиваетесь в автомобиле, к нему тоже написано 68% гарантии того, что он вас спасет от гибели или от риска получения каких-то травм. Но мы же этим пользуемся, да? Риск вакцинации, признаваемый в мире, составляет 10%. Вот 10% и 40%, наверное, все-таки есть большая разница. Наша страна активно поддерживает антивакцины. И, ну, таким предводителем, наверное, этого лобби является Червонская Галина Петровна. Первая ее статья. На самом деле на Ютубе огромное количество роликов с ее выступлением, где доказывается, что все вакцины – это зло. Ну, кому интересно, тот потом посмотрит. Значит, первая статья, которая была ею опубликована, с чего все пошло, ну, подумаешь, укол в газете «Комсомольская правда» 15 сентября 1988 года. А вот эта статья подстегнула огромное количество родителей не прививать своих детей от дифтерии. Но эта статья была посвящена дифтерии. Дифтерия – такое достаточно жесткое заболевание. Раньше оно называлось синдром удушения или утопленника, потому что перехватывает дыхание. Страдают дети, и дети вообще умирают в таких очень страшных мучениях. Такое не очень приятное заболевание. Так вот, 4000 жизней унесла эпидемия, которая… Сейчас на графиках покажу. Которая произошла после отказа от вакцинации от дифтерии. После чего как-то родители стали прививать детей от дифтерии. Да, ну, мне кажется, что это немножко большая цена за то, чтобы понять, что не все, что говорят и пишут в интернете, является правдой. Была статья в 1996 году. Регистрируемый случай дифтерии в СССР и тогда уже СНГ. Журнал «Здоровье». Кому сегодня угрожает дифтерия? Профессор Фаворова. Именно она являлась разработчицей вакцины в нашей стране. Ну и если посмотреть, то количество случаев дифтерии к 1996 году составляло там менее сотой процента. С 1993 по 1996 год более 10 тысяч россиян погибли от дифтерии в результате снижения охвата вакцинации. То есть с 1993 года, когда прекратилась массовая вакцинация именно по решению родителей, которые отказывались от вакцинации, это спровоцировало гибель детей и тогда многих взрослых, потому что одно время на европейской территории нашей страны дифтерия была полностью уничтожена и людей не прививали не потому что отказывались, а потому что не было возможности контакта. Соответственно, отказ от вакцинации приводит к сожалению не просто к тому, что ты болеешь, а к тому, что ты погибаешь от той инфекции, от которой можно было иммунизироваться. Ну это вот распределение такое смертей от болезней, которые можно было бы предотвратить и число детей, которые умирают, ну мы уже с вами смотрели, составляет где-то 2,7 миллиона в год от тех инфекций, от которых имеются прививки. Ну вот это тоже мое любимое. Я все время у студентов прошу очень критически относиться к тому, что написано в интернете, что вы читаете в интернете. В интернет сейчас любой человек может вывалить все что угодно. Я могу написать туда свое мнение, подписаться, что я доктор биологических наук, профессор, что у меня 148 тысяч публикаций, что я очень крутая. Но это мое мнение. Оно может быть вообще ничем не обоснованно. Но я подберу огромное количество таких фактов, что вы скажете, ну да, это же крутой человек написал, она же все знает. Соответственно, она говорит правду. Но на самом деле, если вы помните рекламу, йогурт у нас самое главное профилактическое средство, которое повышает иммунитет. Ну, вспомните, все пьют иммунели и бегают спокойно под дождем, играют в футбол, потому что у них крутой иммунитет. И, наверное, да. Наверное, можно, но я не знаю, сколько надо выпить иммунели. Может быть сразу такую цистерну большую, литров на сто. Хотя сильно сомневаюсь, что иммунитет в этой ситуации как-то повысится. Все бактерии, которые мы с вами выпили, которые там есть, они пройдут через нас желудок, где соляная кислота, они там радостно погибнут. Ну или не очень радостно, я не знаю, бактерии испытывают чувства или нет. Но к иммунитету это не будет иметь никакого отношения. Мифы о вакцинации существовали всегда. Они существовали в прежние годы и существуют сейчас. Какие это были мифы? Ну, когда началась вакцинация против оспы, но все знали, что это... Меня можно остановить. Значит, если прививать оспу, то у тебя вырастут рога, ну и вымя обязательно, потому что оспы обычно брали с вымени коровы. То есть это такой четкий устойчивый миф, который существовал долгое-долгое время. Все вакцины обязательно вызовут рак в будущем, когда узнали, что такое рак. И все вакцины обязательно вызывают аллергию. То есть это вот устойчивые мифы. Но если с рогами и выменем удалось справиться, потому что вроде как ни у кого не отросли, ничего не выросло, да, то вот с этим справиться практически нереально. Сейчас тоже существуют мифы, что вакцина от гепатита B вызывает развитие рассеянного склероза, кривая вакцина, аутизм, коклюшевая синдром внезапной смерти. Огромное количество мифов есть. На мифах не очень хочется останавливаться. Хочется остановиться на тех страхах, которые действительно пугают родителей. Ну, например, есть такой, это правда, что вакцина содержит алюминий, ртуть и другие яды. Да, в некоторые вакцины, особенно в BCG, которая против туберкулеза, в качестве средства, которое предохраняет эту вакцину от того, чтобы она испортилась, добавляют ртуть. Доза ртути. Ртуть там находится, ну, не чистая ртуть, как в градуснике, конечно, да, а темирасал называется. 6 микрограмм на одну дозу. Ну, то есть ребенку вводят одну дозу, он получает с этой дозой 6 микрограмм. Много это или мало? Ну, вот я для примера. Норматив ВОЗ существует, безусловно. Грудные дети 5 микрограмм в неделю. То есть каждую неделю грудной ребенок может получать 5 микрограмм. Но это норматив ВОЗ. Мы с вами едим некоторые продукты, которые содержат такое количество ртути, что, ну, вообще человек тогда, наверное, должен это все не есть. Любимые многими, не всеми хорошо, многими креветки 27 микрограмм на килограмм содержат. У креветки едят очень многие. Потом сейчас многие отказываются от мяса, говорят, там, страшный вред, мы убиваем животных, будем есть рыбу. Ну, вот вам рыба, тунец, который стоит не очень дешево в магазине, да, 165 микрограмм на килограмм ртути содержит. Палтус, ну, палтус такая рыба средняя ценовой категории 70 микрограмм на килограмм. Ну, тогда не надо есть рыбу, там ртути очень много. Чего же тут? Я заканчиваю. Что хочется сказать в заключении? Конечно, везде можно найти очень много плюсов, везде можно найти минусы. Мне хочется всегда, чтобы здравый смысл все-таки торжествовал над слухами, сплетнями, домыслами и чем-то еще. Мне хочется, чтобы вы, настоящие или будущие родители, задумались над тем, что ваши родители вас прививали, вы выросли здоровыми, вы не болеете теми инфекциями, которые могли бы заболеть. Не лишайте своих детей вот этого счастья быть здоровыми людьми. Действительно, разрабатывается сейчас огромное количество вакцин. Я сегодня не останавливалась на таких заболеваниях, как краснуха. Раньше, если беременная женщина вдруг болела краснухой, ее не спрашивали, у нее вызывали преждевременные роды на любом сроке. Потому что вирус краснухи является самым тератогенным вирусом. То есть он вызывает у детей, ну еще у нерожденных детей, огромное количество уродств. Краснуха находится в национальном графике прививок. Если у вас девочки, зачем вам надо, чтобы эта девочка всю потом свою следующую взрослую жизнь боялась заболеть краснухой? Да, сейчас ее никто не отправит на эти преждевременные роды без ее согласия. Но она будет знать и будет думать, что вот я же болею, соответственно, мой ребенок может родиться с уродствами. Так называемая свинка, ну в простонародье, вызывает бесплодие у мужчин в 80% случаев. Это доказано. Вам это зачем, чтобы ваш сын в будущем не мог иметь возможности родить нормальных детей? Мне кажется, что любой здравомыслящий человек прежде всего ставит на первое место именно здравый смысл. А только потом начинает верить чему-то, что-то проверять. Проконсультируйтесь с врачом, со знающими людьми, не с людьми, которые с флагом популистским говорят нельзя. Вообще что, рога же вырастут и вымя? Обязательно, конечно. Между прочим, русская православная церковь выступает активным противником лобби, которое поддерживает антивакцинацию. То есть российская православная церковь за вакцинацию. Поэтому в данном случае, ну как бы вот так. Ну и вот, в заключении, падение не обязательно означает следствие. Британские ученые доказали, что 100% умерших хотя бы раз жизни ели огурцы. Огурцы – это смерть. Спасибо.